Семь детей, собака и кошка. Таким дружным составом сейчас живут Кутлубаевы. Все дети в этой семье опекаемые. Есть и уже взрослые старшие, которые часто наведываются в гости. Вот Эмиль. Он, кстати, я горжусь тем, что он поменял фамилию, он принял нашу фамилию, взял папину отчество. Он очень хотел это сделать. Когда менял паспорт, он сделал такой папе подарок. Оскар тоже планирует со дня на день поменять паспорт и тоже хочет взять нашу фамилию. Это важный показатель любви опекаемых детей к родителям, которые их вырастили в заботе, ласке и доброте. К тому же Кутлубаевы – дружная межнациональная семья. В нашей семье есть и узбек, и украинка, и таджик, и русская, и удмурты. Кто-то из детей крещен, а кто-то, давай, кому-то дали по мусульманским обычаям именно речения. Поэтому все религии в нашем доме есть. Мы придерживались такой позиции – Бог един. Без творчества в их семье тоже никуда. Тимофей уже четыре года танцует в ансамбле «Самоцветы» и делает успехи. Ему доверяют сложные трюки и дуэтные номера. Сейчас вместе с педагогом он планирует возобновить сольный татарский танец брата Оскара, который учится на хореографа. Кстати, костюм перешел от него Тимофею по наследству. Есть у мальчика и любимая семейная традиция. Встаю, бужу кого-нибудь, что по дому не делать. Мы все вместе просыпаемся, идем на кухню. И накрываем стол, чай, какие-нибудь вкусняшки всякие, чтобы было вкусно. Потом где-то к девяти-десяти родители просыпаются, говорят, доброе утро, пошли сами чай пить. И они с всего настроения идут пить чай. Девчонки в семье Кутлубаевых появились два года назад, когда мы снимали специальный репортаж про опекаемых детей. Тогда они только приехали и в день семьи посетили парк «Югра», который стал их излюбленным местом. В Пойковском очень рады жить, тут уютно. Каждый выходной мы ходим делать шаги. Родители ходят по кругу Югопарка, а мы берем семечки и кормим кедровок. У нас даже есть самые любимые кормушки, которых мы дотягиваемся. Старшая дочь Наина работает в обществе инвалидов. Занимается там декоративно-прикладным творчеством. Сестры с Полоховой тоже с большим удовольствием. присоединились. Дома они вместе занимаются алмазной вышивкой, готовят коллекцию «Дорогие мои старики». А еще в том году приняли участие в турслете. Мне очень понравилось там участвовать в разных конкурсах с этим обществом инвалидов. Там работают замечательные добрые люди, которые нас тоже поддерживают. В любой момент мы можем обратиться. Но мы их тоже поддерживаем, да? Да. Мы там являемся добровольными волонтерами. Вот так Кутлубаевы прививают любовь и взаимопомощь. В их большой семье это одно из главных правил – отдавать и делиться накопленным опытом и теплом человеческих сердец. Ольга Слобожанюк, Юрий Баталов, 7 канал.